В канун Дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков ветеранам Великой Отечественной войны Гению Михайловичу Соловьёву и Неониле Никоновне Дмитриевой исполнилось 90 лет. 22 сентября с этим знаменательным событием уважаемых юбиляров поздравляла делегация в составе заместитель главы администрации муниципального образования город Десногорск Сергей Валентинович Тощев, начальник отдела социальной защиты населения Злата Валерьевна Бриллиантова, председатель Десногорского городского совета ветеранов войны и труда Игорь Владимирович Журавлёв и его заместитель Людмила Александровна Захарова, заместитель начальника отдела ВКСО в городе Десногорске Николай Николаевич Николаев, председатель комитета солдатских матерей Валентина Михайловна Рожкова, методист центра «Солнышко» Алла Ивановна Мосягина, представители местных средств массовой информации. В администрации есть такая хорошая традиция и обязанность поздравлять уважаемых людей нашего города с юбилеем. У вас юбилей. Точно. И юбилей такой замечательный. Ну, 90 лет. Надо сказать. Тища не круглая, да. Но довольно-таки солидная. Поэтому мы такой вот дружной командой к вам прибыли. Позвольте в этот день вас поздравить с днём рождения. Разрешаю. Пожелать вам бодрости духа. Видно по всему, что дух у вас крепкий. Ну, пока еще. Как закаленный в годы Великой Отечественной войны он остался и сегодня, но вот не спустя столько много времени прошедшего. Передать вам поздравления президента Российской Федерации. Очень приятно. У меня очень такая вот обязанность почетная. Так очень передать вам вот это поздравление к вашему юбилею. С моим юбилеем? Да. От президента. Да. И какая честь. Ну, я потом прочитаю. Это символический подарок. Как говорил генерал, все, что могу. Ну, и пожелания доброго здоровья. Кроме теплых слов поздравлений, ветерану были вручены многочисленные подарки. А методист Центра Солнышка Алла Ивановна Мосягина прочитала стихи собственного сочинения и подарила Гению Михайловичу сделанные руками детей салфетки и открытку. Ой-ой-ой-ой. Сколько подарков мне достали в платье. Я уже себе наметил. 70 лет победы. Обязательно надо встретить. И следующую дату, 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции, надо тоже встретить с победой. Это говорит о том, что нужно перед тобой ставить цели, верно? Во-во-во, я и ставлю цели. Труженица тыла Неанила Никоновна Дмитриева была также счастлива и с большим волнением, встречая гостей, искренне благодарила за внимание. Я вам привез и поздравление от президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Оно в этом конверте запечатано. Вы его сами откроете и прочитаете. Спасибо, очень прочитаю. Кроме этого, такой скромный подарок на память о нашем посещении и о нашем поздравлении. От имени всех десногорцев мы желаем крепкого здоровья на долгие годы этим удивительным людям. Живите счастливо нам на радость. Низкий вам поклон за боевой и трудовой подвиг. Так вот, подождите, мы же еще не все сказали. Не, 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 не так. Поздно, я не знаю. Все, иди, сыночек, и тебе потык. Более ста старшеклассников с 16 по 19 сентября приняли участие в «Днях открытых дверей», организованных Смоленским филиалом учебно-тренировочный центр совместно с филиалом «Смоленск Атомтехэнерго» ОАО «Атомтехэнерго». Встреча проводилась с целью привлечения молодых специалистов в атомную отрасль. В помещении полномасштабного тренажера блочного щита управления начальник отдела Смоленского УТЦ Вадим Иванович Большаков в интересной, захватывающей форме рассказал ребятам о рабочих местах оперативного персонала. Приборный парк, стоят новые дисплеи, мониторы. Плюс к этому, посмотрите, пожалуйста, вот эти приборы используются также на ходу в углу. Директор Смоленского учебно-тренировочного центра Алексей Вячеславович Сердюк познакомил ребят со спецификой работы ОАО «Атомтехэнерго». С 1980 года Смоленский учебно-тренировочный центр подготовил около 30 тысяч специалистов атомных станций. Достаточно долгое время мы подготавливали персонал атомных станций. С нашей помощью была построена система подготовки в концерне «Росэнергоатом» на многих других станциях, не только на Смоленской. Сейчас там успешно работает УТП, учебно-тренировочное подразделение, которое во многом, если не полностью, закрывает всю эту потребность подготовки персонала. Сейчас на нас возложена обязанность подготовки персонала ПНР. Идут новые блоки, новые проекты, новое оборудование. Вот на нас возложились обязанности. Мы будем готовить теперь наш собственный персонал. Главный специалист Смоленского филиала «Смоленско-атомтехэнерго» Сергей Петрович Апранович рассказал о деятельности филиалов ОАО «Атомтехэнерго» в направлениях работы каждого филиала. «Атомтехэнерго» – это связующее звено между строящейся станцией и действующей станцией. Мы оживляем станцию, даем ей жизнь. И это основа. То есть все наши филиалы, они совместно выполняют только навалочные работы. Эта работа достаточно интересная, требующая высокой квалификации персонала. Но большей частью это разъездная работа. И порой специалист проводит в городах, где находятся вводимые в эксплуатацию энергоблоки от одного до двух лет. Строительство же «Смоленской АЭС-2» позволит находиться персоналу на пусках блоков здесь, на родной земле. Если кто-то из ребят задумывался о том, чтобы связать будущее с атомной энергетикой, то их, безусловно, приглашают в ОАО «Атомтехэнерго». Здесь найдется много интересных дел и для юношей, и для девушек. Для этого существуют такие возможности, как целевые направления. Мы хотим, чтобы наши дети вернулись сюда, в Десногорск. Это самое основное. Чтобы они здесь работали, чтобы они приносили тепло и свет в свои дома. Чтобы их старики, родители, жили вместе со своими детьми. Это самое основное. 26 сентября в детском саду «Лесная сказка» состоялся праздничный концерт «Разноцветная копель» для ветеранов атомной энергетики, посвященный празднованию Дня работника атомной промышленности и юбилейной дате Десногорска, который был организован и проведен в рамках реализации второго этапа проекта среди некоммерческих организаций Госкорпорации «Росатом». Мероприятие наше «Копель» – это традиционное мероприятие. Мы его всегда проводим обычно весной, где в Дню Победы детки выступают перед бабушками и дедушками, ветеранами в Великой Отечественной войне. Но вот в этом году мы решили его показать вам. В честь 40-летия нашего города, 60-летия атомной энергетики, детки приготовят для вас подарок. Педагогический коллектив этого дошкольного учреждения уже много лет работает над формированием у детей представлений социального характера и включение их в систему социальных отношений. В дошкольном учреждении ребятами и педагогами проводятся ежегодно концерты для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и пенсионеров. Праздничный концерт, уже посвященный 40-летию нашего города, 60-летию атомной энергетики. И вот пригласили наших ветеранов на этот праздник. Дети приготовили концерт такой праздничный, который показали сегодня. И выставка организована «Край мой родной». Ну а также денежный грант, который мы получили от данного проекта, мы направили на улучшение условий художественно-эстетического направления. У нас закуплены стенды, у нас обновлены костюмы для театрализации. Участие в таких проектах, они не только, конечно, улучшают материальную базу нашу, это понятно, что помогают нам очень сильно такие денежные гранты, но а также они социально значимые. Программа концерта для ветеранов была очень насыщенной. В начале праздника их поприветствовали по старинному русскому обычаю – хлебом и солью. Затем ребята прочитали стихи и станцевали веселые и шуточные танцы, пели песни, а выпускники прошлого года подарили почетным гостям трогательный, запоминающийся подарок. В концерте приняли участие даже самые маленькие воспитанники дошкольного учреждения. Они пригласили гостей на веселый, завершающий программу танец. Ветераны атомной промышленности были в восторге от мероприятия и поделились с нами своими эмоциями и впечатлениями. Удачи, счастья и добра! АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу сказать, что с каждым годом я на очень многих утренниках бывала здесь. И в этом году выпускались мои две внучки. И с каждым годом, с каждым утренником они придумают все что-то новое, никогда не повторяются. Поэтому работают здесь очень талантливые люди. И очень любящие детей. Праздник был удивительный. Всем нам доставили очень большое удовольствие. Это вот накануне, ну понятно, что у нас через 10 лет атомной энергетики. И вот будет 28-го день атомной промышленности. Это очень замечательный праздник. Детки такие изумительно и красивые, и талантливые. И вы знаете, улыбка вот у всех не сходила с лица. Замечательный праздник. Огромное вам спасибо всем организаторам за это. И чтобы в дальнейшем такие мероприятия повторялись. И это, наверное, замечательно, когда идет контакт между детками и взрослыми людьми. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!